Кормовые растения, снабжённые оптимальным количеством питательных веществ, обеспечивают хороший урожай и обладают сопротивляемостью болезням. На молочных фермах навозная жижа – идеальное комплексное удобрение. При удобрении навозной жижей важно, чтобы загрязнение растений было минимальным. Загрязнение влияет на качество силоса, а это в свою очередь сказывается на надоях молока. Навоз нельзя вносить на солнцепёйки – это может привести к ожогам растений. Кроме того, из-за жары теряются питательные вещества. Оба эти фактора негативно сказываются на объёмах укоса. При облачности или лёгком дожде эти факторы сводятся на нет. В идеале навозная жижа должна попадать непосредственно на почву между растениями. Лучше всего это получается с использованием башмаков на распределяющих шлангах. Металлические башмаки монтируются непосредственно на шланги. Башмаки раздвигают растения в стороны, не повреждая дернину. Хозяйства, которые не могут применять распределители с башмаками, должны следить за тем, чтобы навозная жижа распределялась равномерно, а не толстыми шлейфами. Чем тоньше, тем лучше и, конечно же, не в солнечный день. Самый лучший распределитель не принесёт никакой пользы, если цистерна с навозом имеет неправильную шинную оснастку. Маленькие, узкие или слишком накаченные шины уплотняют почву и повреждают дерни. Щадящими для грунта являются широкие шины с низким давлением и мягким профилем. При необходимости вывод питательных веществ из почвы можно восполнить и минеральными удобрениями. Но и здесь тоже идеальные условия – это затянутое небо и лёгкий дождь. Это способствует лучшему растворению удобрений и питательные вещества сразу же используются растениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА